Всем привет! Снова приветствую вас на своем канале. Сегодня мы перетаскиваем тонировку с одной фотографии на другую. В качестве референса я взял вот такой вот снимок. Алгоритм перетаскивания тонировки довольно простой. Накидываем на слой, корректирующий кривые, проверяем пипетки черного, белого и серого, чтобы значения были адекватные. Белое это 255, черное 0 и средняя должна соответствовать значениям 128 по всем каналам. Итак, если проанализировать эту картинку, то мы увидим вот этот вот участок, который по идее должен быть абсолютно черный. Но сейчас он слегка коричневый и по контрасту слегка опущен. Поэтому, что мы делаем? Наша задача сейчас привести эту фотографию при помощи кривых, при помощи установки черной и белой точки к дефолтовым цветам, так скажем. Итак, берем черную точку и я тыкаю в то место, которое по моему мнению должно быть черным. Вот я это сделал и, как вы видите, цвета на фотографии более-менее приблизились к натуральным. Дальше я пытаюсь найти точку серого. Примерно вот в этом месте где-то должна быть точка серого. Вот я ткнулся и, как вы видите, опять же, фотография пришла к более-менее уже правильным цветам. Точки белого я сейчас искать не буду, потому что ее тут, скорее всего, нет. Можно предположить, что она находится на глазу, но думаю, что это будет плохой затеей. Ну вот, да, не очень удачно все получилось. Точку белого, пожалуй, не буду искать, хотя это не лишено смысла. Видите, я тыкаюсь в разные места, пытаюсь найти основу для точки белого. Сейчас у нас фотография слегка зеленит. Будем приводить ее к нормальным показателям. Итак, вместо того, чтобы искать точку белого, я просто двигаю белую точку к тому месту, где начинается цвет на гистограмме. Вот в этом месте цвета нет. Соответственно, она для нас бесполезна, она только затемнеет фотографию. Вот сейчас я передвинул точку белого на мастер-кривой, осветлил фотографию, растянул гистограмму. Итак, фотография все еще немного зеленит, поэтому я иду в канал зеленого и убираю слегка зеленый до того момента, пока фотография не становится более-менее натуральной по цветам. Но сейчас мне уже все нравится, я думаю, что я оставлю все так. Итак, фотографию мы привели к дефолтовым цветам. Следующий этап. Нам нужно сделать вывертку, то есть инверсию всех кривых, которые мы сейчас сочиняли. Итак, для начала делаем инверсию мастер-кривой. Выделяем точку, точку белого, которую я подвинул, и меняем вот эти значения местами. То есть 208 и 255 меняем местами. Сюда я пишу 255, сюда я пишу 208. И далее делаем то же самое для каждой точки в каждом канале. У красного канала точка 127, 158. 127, 158. Эту точку мы точно так же меняем. 0,59. Далее точка 0,14 на зеленом канале. Точка 125 на 145. Дальше синий канал. 127 на 129. Еще одна точка 0,11. Все. Вот и весь метод. Кривые у нас готовы. Теперь мы эти кривые можем применять к любой своей фотографии и получать изначальную тонировку, которая была здесь. Итак, оставим эту фотографию для примера. И возьмем фотографию, на которой будем издеваться. Давайте попробуем перекрасить такую. Сейчас я беру... Так... Так-так-так... Сейчас я беру... Эти кривые, которые мы насочиняли, и кидаю прямо на изображение. Вот, как видите, тонировку перетащить удалось. Очень даже похоже у нас все получилось. Давайте возьмем для примера еще одну фотографию. Совершенно отвлеченную. Какую-то так. Ну и попробуем перетянуть. Вот, пожалуйста. Даже все неплохо выходит. Ну, а еще пример небольшой. Например, такую фотку попробуем перекрасить. Тоже получилось неплохо. Единственное, что здесь я бы сделал... Чуть-чуть убавил бы эти... Значение этой кривой. Ну и... Мне кажется, черный цвет, точку черного можно приподнять немножко. Вот так вот. И тоже можно сказать, мы очень даже неплохо попали в эту тонировку. Вот такой интересный метод я вам предлагаю. Попробуйте на своих фотографиях. Те кривые, которые мы сегодня насочиняли, это вот этот вот вариант. Я выложил у себя на сайте, поэтому скачивайте, пользуйтесь. Думаю, что буду еще делать подобные тонировки из других фотографий. Потихоньку буду перетаскивать, сочинять новые кривые. И выкладывать у себя на сайте. Так что забирайте и пользуйтесь. Ну, всего доброго. Спасибо за внимание. До новых встреч.